Текущий дорожный ремонт в скором времени развернется на многих улицах областного центра. И уже до конца июля его планируют завершить. Провести масштабную ремонтную кампанию позволила значительная сумма, выделенная в этом году на дороге. Эта сумма более 300 миллионов рублей, 32 миллиона из городского бюджета, 280 миллионов – это деньги Дорожного фонда. Все мы знаем, что город в прошлом году пережил наводнение. И вот на сегодняшний день эти последствия нужно нам, в том числе и на дорогах, устранять. Ремонт коснется практически всех районов города. При составлении плана постарались учесть и необходимость восстановить наиболее разрушенные участки и острую потребность в разгрузке основных магистралей. Мы заезжаем в город с театральной возле торгового центра «Реал». Уходим направо, сделали участок дороги, уберем вот этих ребят, которые там, ну я извиняюсь за выражение, цыганят, да, там и дрова, и уголь, надо отдельную площадку, там не подъехать, ничто. То есть раздвигаем и ходим параллельно на Кузнечную, установка светофора. Делаем конную, разгрузили театральную, вот эту пробку возле ВДНХ. Подобным образом облегчат и участь Калинина за счет установки на соседней Богдана Хмельницкого нескольких светофоров. Когда улица станет регулируемой, часть машинопотока переместится туда. Однако депутаты напомнили и о других проблемных участках, которые не вошли в план на текущий год, таких как дорога в Астрахановке. Там есть улица промышленная, она имеет твердое гравийное покрытие. По этой улице движутся не только легковые автомобили, а в конце улицы находится организация или там база техсервисов. И там движутся и грузовые автомобили. Людям это приносит очень большие неудобства. Вы понимаете, что там ни постирать, ни посидеть, ни каким-то образом чего-то там еще сделать. Выехать на место и рассмотреть этот вопрос в особом порядке пообещал исполняющий обязанности главы администрации. Между тем на заседании Думы одобрили и ремонт дворов. На него в этом году выделены беспрецедентные 63 миллиона рублей и уже поступило 32 заявки от жителей. Все заявки соответствуют требованиям, то есть имеется ПСД самое главное. Сейчас мы все эти заявки обрабатываем, подсчитываем баллы и планируем к 15 мая всю эту работу закончить. После этого пройдут аукционы и начнутся работы, в том числе укладка асфальта и установка тренажеров. А по предложению депутатов прием заявок еще продолжится, чтобы те дворы, которые не успеют отремонтировать в нынешнем году, включили в план на год 2015. Анна Шадрина, Сергей Селезнев, Александр Лисенюк, Программа «Город».